В предыдущих поколениях седан Hyundai Elantra был добротным середнячком своего класса. Это касалось и дизайна, и ходовых качеств. В шестом поколении корейцы решили это изменить. Похвально, но без недостатков, увы, не обошлось. Лакокрасочное покрытие у Elantra оставляет желать лучшего. Неудивительно, что многие владельцы сразу после покупки автомобиля обтягивают капот и передние крылья полиуретановой пленкой. Хоть какая-то защита кузова от сколов. Даже после рестайлинга почти все версии Elantra освещают дорогу немодным галогеном. Диодная оптика полагается только топовой комплектации. Для дорестайлинговой версии за доплату полагался Xenon. Дорожный просвет у Elantra довольно скромный. Встреча переднего бамбера с бордюром очень вероятна и не обещает ничего приятного. Где же адаптация для российских условий эксплуатации? Клиренс в 15 сантиметров – это очень мало. По дворам приходится еле плестись. И то один раз зацепил днищем. Судя по отзывам, владельцы лечат проблему проставками. Также по отзывам наблюдается проблема проседания кормы. Хотя куда уже ниже. Пишет в своем отзыве Александр из Новокузнецка. В отделке салона Elantra хватает дешевой и жесткой пластмассы. Внутренняя панель двери из жесткого пластика вызывает легкий тактильный и визуальный дискомфорт. Куда больше раздражает центральный тоннель из неприятной на ощупь пластмассы, заостренными и плохо обработанными краями. Делится впечатлениями Валерий из Костромы. В салоне Elantra тут и там натыкаешься на следы неоправданной экономии. Из четырех стеклоподъемников лишь водительский оснащен автоматическим доводчиком. Единственный кармашек в спинке переднего пассажирского кресла появляется только с третьего уровня оснащения. А такая мелочь, как подсветка перчаточного ящика, не предусмотрена вовсе. Даже у Логана в бардачке есть плафон, а у Elantra нет. Пришлось заставить мужа засучить рукава и сделать подсветку самостоятельно. Благо в интернете полно инструкций. Недоумевает Виктория из Ярославля. Даже рестайлинговому седану почему-то недоступна навигация. Вместо нее владельцу предлагается подключить свой смартфон и пользоваться картами Google. Для тех, кто любит автомобильные путешествия, это не лучшее решение. Ведь мобильная связь есть далеко не всегда, а за границей приходится тратиться на дорогой роуминг. К багажнику Elantra полно вопросов. Даже у рестайлинговой версии кнопка открытия багажника, которая скрыта в логотипе на крышке, появляется лишь в самой дорогой комплектации. А в остальных случаях приходится пользоваться либо рычажком в салоне, либо кнопкой на брелоке. Как-то не солидно получается для современного автомобиля гольф-класса. В остальном багажник удовлетворит скорее таксиста. Объем в 458 литров, конечно, неплохой показатель. Хорошо, что уже в начальной комплектации спинка заднего дивана поделена на две разноширокие части и складывается по отдельности. В таком виде багажный отсек превращается в длинное пространство с широким проемом. Плохо то, что внутренняя отделка багажника слишком проста. Спинку дивана можно отстегнуть только из багажника, а поклажу нечем зафиксировать. Разве что ремешок по левому борту позволяет удерживать пятилитровую канистру с омывайкой. Из отзыва Виктора из Архангельска. Странный багажник. При погрузке нужно все время помнить про петли на крышке. Они огромные, и ничем не прикрыты. Удивило то, что полноценная запаска доступна не всем комплектациям. В базе седану положена лишь докатка. В этом поколении для российской версии Elantra были доступны два варианта бензиновых двигателей. Это базовый мотор G4FG объемом 1,6 литра, мощностью 128 лошадиных сил, и двухлитровый G4NA, который развивает 150 лошадиных сил. Оба эти двигателя вполне могут пройти около 300 тысяч километров, но, к сожалению, у них есть несколько серьезных недостатков. Главной проблемой является риск появления задиров в цилиндрах. Причиной служит слабый катализатор, который быстро разрушается от нашего топлива. Когда он забивается, его крошки засасывает в камеры сгорания, и они царапают стенки цилиндров. Также эти моторы получили не самую ресурсную цепь ГРМ. У степенных водителей она ходит по 200 тысяч километров и даже более. Но если постоянно крутить мотор, то ее ресурс сократится как минимум вдвое. Двигатель, благодаря отзывам о задирах, заставляет периодически нервничать, поэтому и масло между ТО меняю сам своими силами. Пока никаких реальных позывов переживать о состоянии двигателя нет, но, тем не менее, заказал эндоскоп. Хочу осмотреть состояние катализатора. Делится впечатлениями пользователь с ником Джексон Ли из Кемерово. Одна из главных проблем Элантры – это слабая шумоизоляция. Причем досаждает не столько звук работы двигателя, сколько дикий гул из-под колесных арок. Эта какофония звучит даже при движении в городе, на относительно невысоких скоростях. Особенно явственно это чувствуется, когда седан обут в зимние шипованные шины. Тогда на асфальте гул от колес заполняет весь салон. И все равно, даже на излете своей карьеры, Хёнда Элантра умудрилась войти в топ-5 самых продаваемых моделей в своем классе. Чем же так привлекателен этот седан? В шестом поколении Элантра выглядит очень привлекательно, независимо от года выпуска. Дорестайлинговая версия спереди напоминает Ауди, а сзади, с некоторых ракурсов смахивает на бизнес-седан Генезис. В любом случае, для машины среднего класса это плюс. Обновленная Элантра кардинально другая, прав Ярослав из Пскова. Фары стали треугольными и теперь буквально вклиниваются в трапециевидную решетку радиатора, а передний бампер вышел прямо-таки кричащим. Дерзко, агрессивно, необычно. Передние кресла Элантры отличаются плотной набивкой и неплохой боковой поддержкой. Пусть они простоваты на вид и в базе лишены регулировки поясничного подпора, но в них без устали можно проехать несколько сотен километров. Подобрать удобную посадку помогает также широкий диапазон регулировок рулевого колеса по вылету и наклону. Опциональный пакет Hi-Tech добавляет водительскому сиденью электрорегулировки с памятью настроек на два положения. Салон Элантры с развернутой к водителю передней панелью приятен на вид. Особенно хорош рестайлинговый вариант, где появились вставки под карбон и планки дефлекторов вентиляции в виде металлизированных скобок. В отличие от многих других моделей, интерьер седана доступен в трех цветовых решениях – черном, сером и бежевом. К эргономике Элантры сложно придраться. Корейцы в этом вопросе давно уже профессионалы. «В интерьере нет ничего выдающегося, и это, наверное, плюс. Все на своих местах. Ничего не мешает, ничего не раздражает глаз», – пишет в своем отзыве Андрей из Ижевска. Размер колесной базы у Элантра составляет ровно 2700 миллиметров. Приличный показатель, сравнимый с таковым у ряда конкурентов. На заднем ряду седана могут с комфортом разместиться двое рослых пассажиров. На недостаток пространства они будут жаловаться лишь в том случае, если попробуют сесть вертикально. Над головой места маловато. Угол наклона спинки дивана не регулируется, зато даже у базовой Элантры имеется задний подлокотник. В богатых комплектациях есть подогрев задних сидений. Из отзыва Олега из Москвы. Задний диван довольно просторный. Особенно удобно тут сидеть вдвоем. При желании и третий пассажир поместится. Для него тут есть и ремень, и подголовник, а напольный тоннель мешать не будет. Независимо от двигателя, Элантра достаточно экономичный автомобиль. Зимой по пробкам и с включенной печкой двухлитровый седан потребляет максимум 12 литров. Летом при спокойной езде по городу с кондеем твердые 8 литров. Трасса, если ехать спокойно и без резких ускорений, в районе 100 км в час, то примерно 5,5 литров. Если любите вжимать газ в пол на каждом светофоре, прибавляйте 2,5-3 литра к этим цифрам. Делится опытом пользователь с ником Досвидули из Санкт-Петербурга. Управляется Элантра легко, без истроты в реакциях, слегка искусственно, зато без лени. Несмотря на простое классическое шасси с задней скручивающейся балкой, подвеска настроена хорошо и ловко балансирует между плавностью и собранностью. При этом ходовая седана демонстрирует завидную энергоемкость. Из опыта Евгения из Майкопа. Даже на 17-дюймовых колесах, Элантра не вытрясает душу на различных неровностях и спокойно проходят страшные на вид выбоины. Главные плюсы автомобиля Hyundai Elantra. Удобные кресла, хорошая эргономика, просторный салон, сбалансированные ходовые качества. Основные минусы. Слабое ЛКП. Невысокая практичность багажника. Возможные задиры цилиндров. Слабая шумоизоляция. Подводя итог, можно сказать, что Hyundai Elantra не лишена недостатков. Слабая шумоизоляция лечится, причем недорого. Задиры, слава богу, случаются далеко не с каждым двигателем. Куда важнее, что Elantra – это седан с приятной внешностью и удобным симпатичным салоном, где могут с комфортом разместиться водитель и все пассажиры. Хватит места и для немалого количества багажа. В общем, нормальный автомобиль для жизни. Потому оценка, набранная Hyundai Elantra в читательском рейтинге Дрома, составляет довольно высокие 8,5 балла. Благодарим за помощь в съемках дилерский центр Major Expert Новая Рига. Автомобили в наличии, вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, какие еще машины вы хотели бы увидеть в видео отзывах Дром. И самое главное, подписывайтесь на канал Дром. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok